Привет! Вы на канале Денису Микрофона. Мы угадывали вместе с читателями телеграм-канала «Опиум для народа», почему же внезапно заповедник Киево-Печерская Лавра в четверг решил закрыть трапезную палату. Не угадали. Оказалось, там концерт. Концерт. Мы видели там и хоры, и инструменты, как бы симфонический оркестр. Все, наверное, было впечатляюще, хотя совершенно небольшая аудитория. И вот казалось бы, ну неужели такая проблема с концертными залами в Киеве? Неужели в филармонии полнейший аншлаг? Можно зайти, посмотреть билеты, билеты можно достать свободно. Нет, обязательно нужно отметиться, пойти в трапезную палату, пойти в этот храм, куда, по-моему, имеют доступ все, кто только может, кроме Украинской Православной Церкви, которая больше, чем кто бы то ни было, вложила обустройство и вообще восстановление данного храма. Мы можем увидеть с вами, что хочет туда прийти Сергей Петрович на свое мероприятие. Пожалуйста, ему открываются все двери, а здесь вот видим концерт. Причем, похоже, что не всем там было весело и интересно. Вот, пожалуйста, широко известный в узких кругах человек, похоже, откровенно скучает во время данного мероприятия. Но зато те, кто на сцене, они просто-напросто рады и счастливы. Даже не знаю почему. Возможно, потому что везде аншлаг, а здесь халтурка. Ну и на самом деле, вот если отвлечься от всей этой деятельности, то можно понять, что начинают играть с церковью в очень такую некрасивую, очень плохую игру. И снова, и снова, и снова говорят о том, что закон о запрете Украинской Православной Церкви нужно принимать. И здесь интересно посмотреть на тех, кто является лоббистами этого закона. Мы говорили уже о некоторых политиках, разбирали их буквально по косточкам. И можем о каждом сказать, что там, простите, клейма негде ставить. Но они, конечно же, видят основную причину в том, что до сих пор существует Украинская Православная Церковь. А если ее запретить, то, ну конечно же, как заживут. Издание «Фокус» опубликовало достаточно любопытный материал. Можно зайти на сайт, посмотреть. Статья абсолютно не манипулятивная. Когда запретят УПЦ МП, почему специальный закон не магическая таблетка. Ну и, конечно же, картинка для привлечения внимания. Путин и патриарх Кирилл. Но, конечно же, не для того, чтобы быстренько УПЦ ввязать туда и сказать, вот там все проблемы. Вот они там связаны, погрязли, так сказать, по колено. Ну окей, мы не будем сейчас разбирать фотографии. Мы посмотрим некоторые комментарии. И нас, в частности, интересуют комментарии такой себе активистки. Человека, о котором говорят, что это такой черный пиарщик. Который готов продвигать самые такие непонятные идеи, за которые, главное, хорошо платят. Сайт Ирина Федорев. В общем-то, есть целый сайт, посвященный данной особе. Федорев Ирина Павловна. Можно посмотреть, почитать. Тут даже психиатра опрашивали по поводу целого ряда снимков вместе с Ириной. Мы предоставили, пишут авторы сайта, некоторые фотографии профессору психиатрии, которая оценила эмоциональное состояние человека как нестабильное, подверженное галлюцинации, бешенству, впадению в ярость при любом удобном случае. Я, кстати, заглянул на Facebook страничку. Ирины и ничуть не удивился. Она сейчас работает как глава такой гражданской инициативы в Голке. Есть такая организация. Но здесь можно увидеть один ее достаточно показательный пост, который был опубликован всего лишь несколько дней назад. Когда запретят ФСБ в рясах, спрашивает Ирина Федори. Верховная Рада собрала пока около 200 подписей нардепов. Я езжу по регионам, и меня спрашивают люди, которых я вижу, по сути, в первый раз. Постоянно спрашивают про это, про запретов, ФСБ в рясах. В Днепре, когда я в марте писала, что я в городе читаю тренинг, меня набрала Владлена Маринчук, которая приехала из Никополя, попросила встретиться. У меня было время в 8.00 до лекции. Вышла из отеля и думаю, что за человек хочет? Может, какую зеленую зону спасти? Или что она спрашивает? А что там вдруг второе чтение по попам? Что комитет? Хотя на самом деле Ирина Федори не так уж сильно может там повлиять и зависит от нее, но она вот как раз тот самый классический черный пиарщик, которого, похоже, подключили для того, чтобы проталкивать и законопроекты, и вообще проталкивать необходимость, так сказать, распространения в обществе нарратива. О нарушении Конституции, по сути, о запрете самой большой религиозной организации страны. О том, чтобы 6 миллионов людей, верующих в духовенство Украинской Православной Церкви, просто вывести за пределы законодательного поля. Как вы понимаете, об этом не расскажут светские СМИ. Они переврут, перекрутят и будут использоваться как раз против церкви. Поэтому важно возвышать свой голос. Важно поддерживать тех, кто говорит правду о том, что сегодня происходит в Украине. Поддерживайте таких людей, поддержите и канал Денису Микрофона. Добрым словом, молитвенно, финансово. И все ссылки находятся в описании под видео. А мы с вами перейдем к издании «Фокус». Под заголовок «Задача со звездочкой» — собрать 226 голосов. Первое чтение осени проходило очень тяжело. Спикер сказал, что голосов нет, и для того, чтобы переломить хоть события, народный депутат от «Слуги народа» Александр Алексеичук и заместитель председателя фракции Юлия Клименко собирали мокрые подписи 226 автографов, чтобы публично доказать председателю Верховной Рады, что это не так. Говорит «Фокус» у лидера общественной инициативы Голка, который мониторит деятельность парламента Рина Федорев. Мы думали, что ко второму чтению все будет подготовлено быстрее, но нет. Федорев отмечает, что изначально была задумка патриотическое голосование к 24 февраля. Какой маразм, какое безумие. Мол, бабах, мы это запретили, но бабах не вышел. Потому что комитет по вопросам гуманитарной информационной политики, которого возглавляет Никита Патураев, о нем мы совсем недавно говорили, прорабатывал все правки. Ну, этим и должен заниматься комитет. Он обязан прорабатывать все правки, и, как вы помните, тут «Фокус» об этом пишет. Хотели этот закон показать венецианской комиссии, но спикер Верховной Рады, понимая, что там найдут массовое несоответствие, отказался это делать. Ну и сейчас даже юридический комитет Верховной Рады против того, чтобы этот закон принимали в каком-либо виде, потому что он противоречит там целому ряду норм. И мы это с вами знаем. И они это знают. Но они хотят хоть чучелом, хоть тушкой, но запретить украинскую православную церковь. В частности, учитывались нормы альтернативного законопроекта Княжицкого, который входит в профильный комитет. В конце концов, в начале апреля 2024 года комитет вышел с поддержкой данного законопроекта, рассмотрел 1256 предложений и правок в целом. В результате законопроект претерпел изменения. Каких-то, каких больше месяца узнать не удавалось, ведь документ не появился на сайте парламента. Замечательно, такая открытость, такая понятность, все прозрачно, все невероятно. Настоящая демократия. Все для людей, все для общества. Главное, нам надо проголосовать. Тайно запретить, а что там не так, ну, никому не скажем, никому не покажем. Все будет покрыто тайной, будет поставлен гриф секретно. Согласитесь, это уже вызывает определенные подозрения, абсолютно обоснованные подозрения. Также из-за этого его нельзя было выносить для рассмотрения в зал. В аппарате Верховной Рады объясняли неоднородование длительными процедурами согласования. В конце концов, после запроса представителей профильного комитета он был опубликован. Как нам объяснили, ждали, пока Конгресс США примет пакет помощи для Украины. То есть они понимали, что даже Конгресс США может отреагировать негативно, узнав, что притесняются права верующих, узнав, что притесняются права 6 миллионов человек. Но в то же время они играли в эту игру, и они как бы ждали, что дайте нам, а потом мы уже будем пытаться запретить Украинскую Православную Церковь, а потом мы будем пытаться нарушить собственную Конституцию. У республиканцев же есть свое видение, которое сформировано частично ФСБ в рясах. Ну, конечно, чуть что ФСБ в рясах. Чуть что, давайте повесим ярлык. Эти люди нам не нравятся, они говорят не то, они не шагают в ногу, кто там шагает левой. Конечно же, вот все это можно так сделать. Они же не спят, организуют за немалые деньги, лазбизм даже в США, говорит Рина Федориев. Мол, от Боба Амстердама получали письмо нардепы с угрозами, хотя там было обычное предупреждение, что если вы нарушите закон, к вам будут применены санкции, и нельзя нарушать законы, нельзя нарушать Конституцию, депутаты и глава и прочие, прочие, должны быть гарантами соблюдения законов. Они должны писать законы, которые помогают людям, они делают их жизнь сложнее. Они должны объединять украинское общество, а наоборот, не разделять его, не разрывать по живому, в том числе по религиозному признаку. Но пока мы видим, к сожалению, обратное и видим абсолютно деструктивную деятельность, на которую нельзя смотреть спокойно, нельзя не реагировать, и очень важно об этом говорить, и говорить как можно громче. Оказалось, что с залом Верховной Рады, со всеми голосующими, тоже проблема. Все зависит от председателя фракции «Слуги народа» Давида Арахамии, его заместителя Андрея Матавиловца. В это время очень сложно собрать 226 голосов за любой законопроект. А раньше был бешеный принтер, дал команду, батя, тут же все проголосовали, непонятно за что, не знали, кто этот премьер-министр. Я помню, я был на первой сессии данного парламента, я был в Верховной Раде, я разговаривал и спрашивал, вы только что проголосовали за назначение премьер-министра, вы его знаете, кто он, откуда он, что это за человек. И многие махали головой, мотали и говорили, не знаем, видели его в трусковце, и все, это все, что мы можем о нем сказать. Нам сказали «голосуйте», и мы проголосовали. Партия сказала «надо», Комсомол ответил «есть». А им необходимо их собирать для десятков инициатив, в частности президентских по евроинтеграции, национальной безопасности, собрать 226 сейчас, это не те, что были у них на старте парламента этого созыва. Это каждый раз теперь задача со звездочкой, чем дальше, тем сложнее. И 83-71, это номер законопроекта, лишь один из документов, далеко не первоочередной, а очередной, объясняет эксперт. И теперь они пытаются снова собирать подписи, что было не менее 240, чтобы, так сказать, наверняка, уж позориться до последнего, уж так нарушать права людей, так нарушать, уж наступать на свободу совести, свободу вероисповедания. Ну, в общем-то, дальше этот ряд вы можете продолжить. Кстати, если вы посмотрите, то сейчас представители Всеукраинского Совета Церквей и Религиозных Организаций активно гастролируют. Были недавно в Бразилии, недавно там Бандура, один из представителей Большого Баптистского Союза, который, по-моему, это братство просто ведет в никуда. Там выступал для одного из религиозных иностранных каналов, но все молчат о гонениях внутри страны. Все молчат о том, что происходит. Все рассказывают о ночеванной, свободе вероисповедания, которой, к сожалению, глубокому сожалению нет. И вот они, эксперты, вот кого подключают. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Похоже, пришло время черных пиарщиков. По-другому не могут это продвинуть. И уже запускают даже такие месседжи, даже запускают таких абсолютно неоднозначных персонажей. И это о чем-то говорит. Поделитесь ссылками на это видео, поддержите канал, подпишитесь обязательно. И до скорой встречи.